Лукьяновка, Сырец. Вот такая вот башня у нас здесь на Сырце. Телевышка. Прямо возле военного Лукьяновского кладбища. Улица Бирогожицкая. На другой стороне, собственно, само Лукьяновское кладбище. Вот туда мы сейчас и пойдем. Хотя бы пройдемся по центральной аллее. Посмотрим, как выглядит центральная аллея этого кладбища. Как правило, самые такие знакные люди, похороненные именно на центральных аллеях. Державный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник. Один из старейших киевских некрополей, заснований 1878-го року, площадь 20 гектаров, где зберегалися поховання выдатных влечезняных пченых, діячих науки и культури Украины в конце 19-го, начале 20-го столетия. Героев Крымской, Российской, Турецкой, Первой и Второй святых воин, простых трудовников и спадковых почесных граждан Киева. Сюда перенесены похованные из поройнованных кладбища Скольдева могила, Покровского монастыря, Феодоревской Церкови. Открытые с девятой до семнадцатой. Выхедни-дни, суббота-неделя. Что значит, выхедни, суббота и неделя? Сегодня неделя. Это именно заповедник. Ну, а что заповедник, кладбище-то разные вещи? Заповедник на территории кладбища, наверное, так. Вот история про него. А-а-а, я понял. Типа машины, наверное, не могут заезжать, да? Вот он. Богослужение, храм Святой Богослужины с Патерины. Ну, что ж, зайдем, посмотрим. Пойдем схему снимем. Ну, такой вот центральный вход. Или свой даже музей. Ой, какие интересные здесь коты. Ага, это вот что-то вроде билета. Первый участок. Вот, собственно, схема. Лукьяневский заповедник. Ну, вот это ж она и есть. Разницы нет. Это музейник свой. Сейчас посмотрим. А, музей точно закрыт. Хотя, вот как раз по воскресеньям музеи должны быть открыты по субботам и воскресеньям. Вот смотри, я думаю... Это будет как в Арпене, как идиотский музей. Других слов не могу подобрать. Как ни приедем, он всегда закрыт. Я думаю, что сейчас именно кладбище, оно открыто. Угу. А всякие закупки нет. Музей, она закрыта. Ну, я так думаю, да. Сейчас посмотрим. Там такой интересный котяра на крыше. Он живой? Ну, конечно. Ну, пройдемся по центральной аллее, и возвратимся назад, и пойдем в Бабий Яр. Долго ходить не будем, потому что погода непредсказуемая, может начаться в любое время дождь. У нас есть зонт. Ну, зонт есть, в принципе, но неприятно будет просто в дождь ходить. Ведутся какие-то монтажные работы. Вот, кстати, очень хорошо сделано. Вот интересно, почему на Байковом такого нет и на Бюрковцах. Вот. Участок такой-то какой-то есть, какие-то могилы, да, знаменитых людей. Это ж нормально так сделать. Почему другие кладбища так не делают? Не знаю. Не знаю. И там наши тоже. Не знаю. Несеров, Крутеня, Маччок, наверное, правильно, да? Бурачка. О, какие интересные памятники. Здесь покоится георгиевский кавалер, полковник Тимофей Михайлович Лацов, павший к геройской смерти в бою под праздничным 13 февраля 15-го года. Спецполковник замены муж и отец. Вот такой из камня, как дерево высеченное. Дальше полковник Кочаровский. Ну, эта телевышка, конечно, вообще кажется, что... как будто вот в метре от нее стоишь. Такая маленькая кашля. А потом подойдем ее снимем у подножья, если можно будет туда пройти. Да, вот здесь, кстати, вот скажу, конечно, по сравнению... Вот даже вот только зашли на это кладбище, уже видно, что намного цивилизованней по сравнению с берковцами, конечно, небо и земля. Может, потому что этот заповедник считается. Я не знаю, какие тут особые отличия. Вот так брусчатка такая. А шли по берковецкам, вот сплошной песок, сплошная грунтовка везде. Еще можно так посматривать, чтобы не было клещей постоянно смотреть, чтобы ничего не сыпалось. Ну, здесь, конечно, могилы уже запущенные, очень старые. нет ни одной могилы, где посещают, ходят, может быть, местные коммунальные службы и смотрятся некоторые. Но в основном вот все запущенные. 30-го года, 54-го года смерти, ну, конечно, уже все... Не то, что там дети, это и внуки уже, по идее, поумирали, если так рассуждать. 30-го года, 20-го. Ну, внуки еще живы, конечно, но уже как бы в возрасте не все будут посещать. Вот такие вот могилы уже, можно сказать, безымянные. Где-то, конечно, оно все числится в их архивных книгах вот этих. Каждый участок, каждое место, есть фамилия, годы смерти, захоронения, фамилия, имя, отчество усопших. Надо только поднимать архивы разве что. 86-й год, ну, это уже более современные. Ну, в основном здесь, конечно же, не вижу ни одной могилы, где, действительно, приходили бы родственники и ухаживали. Нет таких. Покраски свежей нету ни на одной. Нет, одну вижу. Вот она, серебрянкой покрашена. Это мемориальная доска. Вот тоже такая, можно сказать, не очень запущенная. Академик Морзеев. Весимский заслуженный деятель науки. Ну, посмотрим. Нестеров, это же известный летчик Нестеров. Вот она. Бурье, академик. Острожайск. Магива строжейска. Рядом Нестера Тут такое место Мемориальное Профессор Братцов Вот такой вот Здесь уголок Нестерова и Крутения Военных летчиков Вот про них вся информация Классный сделали стенд Информационный Вот она, знаменитая Мертвая петля Нестера Вот она Воздушный таран Молодцы, что сделали Такой стенд Граф Николаевич Петр Николаевич Совершая впервые в истории Беспримерный воздушный бой Таранил своим самолетом Самолет противника И погиб вместе с ним 26 августа 2014 года Старого стиля Вот такие вот Здесь более уже какие ухоженные могилки Ну чередуются, конечно, с аскарами Такие древние Такие кресты Их уже Много лет не ставят Ну и везде Обозначения Номера Участков Вот что интересно Из всех кладбищ В Киеве Ну вот самое Какое знаменитое Байковое И хуже всего Организация Налажена Хуже всего Во всем И маркировка И аллея Вот как оно все там сделано Казалось бы Вот она Как говорится Заповедник номер один Да? Некрополь номер один И какой бардак там Заблудиться легко То, что мы в принципе и сделали Заблудились И не нашли Нужный нам участок Ну Лучше поставлено Конечно На Бирковцах Ну а здесь вот Пока что Не к чему придраться Конечно Оно маленькое По сравнению с ними Но все равно Могила Композитора Таранова Мискигал Ассольский Родина Муровычев Ботаник Холодный Заолог Критякова Историк Петровский Композитор Пухальский Верховный Голокомандующий Духонин Храм Святой Волыка Катерины Ну что дальше пойдем Ну а уже разворачиваться Ну да Вот Памятки истории У них вот такие вот Есть таблички Вот памятка истории Могила Лапа Данилевского Громадского деща Лукач Заслуженный профессор КПИ Шмидынский комиссар И так далее Уже не будем идти дальше Пойдем В Абияр Ну конечно интересно здесь Шертва Голодомору Запущенных могил очень много Ну тем не менее Их как-то более видно здесь То есть Самые заросли Все-таки здесь Убираются Самые высокие То есть разобраться можно И вот такие фонарные Фонарные такие маркировки Это очень удобно И вот эти маленькие столбики Как на безымянных могилах Когда они в кустах И их не видно совершенно А вот Вот какие должны быть маркировки Высокие А не так как на Байковом кладбище Что вот это желтое На черном фоне И где-то в земле в самой Где-то уже там заросло бурьяном И нифига не видно Это ж как Ну на главном кладбище На елке-палке А здесь конечно работники молодцы Тут им в этом конечно Респект Какие одинаковые коты ходят Видимо все родичи Ну и вот она улица Дорогожицкая А напротив военное кладбище Ну сейчас туда зайдем Хотя бы так Визуально сделаем Обзорку Самое главное что В любом заведении Это туалет Ну посмотрим как выглядит туалет На территории Лукьяновского кладбища Вот он мужской Ну Вроде на первый взгляд Чисто Так что у нас здесь Кабинка закрытая Здесь Для маленьких нужд И здесь для больших Ну Чисто Ну единственное что воды нет Умывальника Ну это плохо Ну а так чисто Убирают Ну конечно Жаль не попали В этот музей Здесь какой-то музей Интересно Что это за музей Хотелось бы знать Сейчас почитаем Что он собой представляет Карантин Карантин Ну как 31 июля Он Как бы не работает Кому интересно Покажу Крупным планом Всю информацию Это кому надо Ну вот так вот Порядок охороны Места Хавань Порядок Рестрация Хавань Порядок Функционирования Это утримание Кладбищ Места Пиева Вот они все С адресами Утримания Биографичный Довидных Ну Конечно Можем было Купить Ну закрыто К сожалению Все Вот такие у нас Красавцы Здесь Проживают На территории Кладбища Кладбищенские коты С красными Глазами Ну а здесь У нас Военное Кладбище Прямо у Подножья Телевышки Вот такие Вот здесь Вот она Кажется Ближе уже Ближе уже Не подойти Хочется Хочется снять Хочется снять Как можно Ближе Эту Телевышку Вот она Самое Подножье Если бы на нее Были экскурсии Там птица Смотри Да И много Телевышки Дality